Привет, друзья! Сегодня 26 января 2016 года. Я сейчас нахожусь в городе Паттайя, в Таиланде. Сейчас я буду отвечать на вопросы, которые вы задавали мне в ВКонтакте. Помимо этого я расскажу об обстановке в целом. На улице сегодня не так жарко, как обычно. Сегодня и вчера очень сильный ветер, и поэтому мы не поехали на остров. Вечером у нас уже самолет в Питер. Последние две недели мы были тут, мы снимали новое шоу. Я думаю, самое время приступить к ответам на вопросы. Руслан Муслимов. Илья, ты будешь продавать свой X5? Продавать машину буду. Я не знаю, когда выйдет это видео, может быть, к тому моменту я ее продам. Дело в том, что я практически закончил свою миссию восстановления. То есть еще буквально 1-2 ремонта, и чинить в ней будет попросту нечего. Понятное дело, что через 3-4 месяца у нее снова начнутся какие-то проблемы и болячки, но это уже будет второй круг. Мне это уже неинтересно, и поэтому машину я буду продавать. Продавать ее буду чуть-чуть дороже, чем купил. Я не собираюсь там 700-800 тысяч выставлять. Я думаю, что если у меня кто-нибудь за 600 ее захочет забрать, я сразу отдам, даже торговаться не буду. Леша Олентьев. Сколько денег у тебя ушло на ремонт Бэхи? На ремонт Бэхи у меня ушло не так много денег, как на видео. Естественно, многие сервисы делают мне ремонт бесплатно, я оплачиваю только детали. Некоторые сервисы делают мне и ремонт, и детали бесплатно. Некоторые ремонты я полностью оплачиваю сам. То есть, ну, как бы абсолютно по-разному. Но, естественно, я не потратил на эту машину столько же денег, сколько она стоит изначально. Потихонечку, как бы, естественно, я немало потратил. Но и не так много, как потратил бы другой человек на моем месте. Вот, кстати, мы вышли на эту самую улицу, где ночью творится полный разврат. Во всех этих барах сидит куча девчонок. Они выкрикивают всякие разные звуки, держат в руках плакаты «Fuck me» и так далее, и тому подобное. Так, дальше. Как в 2016 году будут развиваться шоу, связанные с автотематикой? Все будут чинить старые ведра? На самом деле, очень крутой вопрос. Его задал Владислав Толчеев. Дело в том, что после того, как я выпустил свое шоу про BMW, я вижу бесконечное количество различных похожих проектов. До этого был академик со своим рейдж-ровером и понторезкой. Но не все знают эту историю. Сейчас я вам расскажу. Два года назад я наткнулся на канал Кости, академика, и написал ему. У него еще было 70 тысяч подписчиков. Я написал ему ВКонтакте, типа, чувак, ты крутой, давай что-нибудь вместе замутим. У нас тогда было 500 тысяч подписчиков где-то. Он откликнулся где-то недели через две, пишет, ёл, давай, какие идеи. В общем, у меня тогда был план купить какую-нибудь себе другую машину, а не десятку, и снять все это на видео. Весь процесс выбора и, возможно, даже какие-то первые ремонты. После этого мы начали снимать. Мы выбирали ездить машину, покупали ее. Но проблема в том, что материал получился очень отстойный. И по итогу это шоу не вышло. Проходит полгода-год. Костя выпускает «Понторезку». Я там даю ему миллион советов о том, как, на мой взгляд, это должно быть. Он шлет меня куда подальше, потому что у него есть свое мнение. Это его канал, он делает все, что хочет. Это правильно. Проходит еще немного времени, и я нахожу деньги, наконец-то, на BMW. И покупаю себе BMW. И делаю свое шоу так, как я его хотел изначально, еще два года назад. Когда только предлагал Косте снимать всю эту байду. А уже после того, как у меня этот проект зашел, и стало по полтора миллиона просмотров на серии, я захожу в YouTube и вижу просто бесконечное количество роликов. «Шевроле Камаро» за, там, 400 тысяч. BMW E39 за 180 тысяч и так далее и тому подобное. В принципе, никакого патентного права ни у меня, ни у Кости на это шоу нету, и поэтому любой человек может купить себе ведро и попытаться снимать про это. Получится интересно, люди будут смотреть. Нет, так нет. Виталий Баленко. Сколько тебе лет? Мне 23 года, через пару недель будет 24. Я думаю, как раз это видео выйдет к этому моменту. Так что мне 24. Данил Паюк. Будешь тюнить X5? Прям тюнить-тюнить я его не буду, потому что я узнавал всякие навороты двигателя, какие-то улучшения подвески и прочего остального. Это все очень дорого и смысла, наверное, все-таки не имеет, потому что это помимо того, что дорого, еще и геморройно. «Почему так мало видео?» Интересуется Илья Хамянин. На самом деле я могу сказать, что мы одни из самых плодовитых блогеров вообще в России, и мало видео – это претензии явно не к нам. Мы стараемся как можем. У меня все-таки несколько каналов, и как вы видите, и на лайв-канале, и на канале Илья Стреколовский, и на вжобователе, и на вжобователе лайв, и клипы невзотяк группы выходят. Все это постепенно выходит, поэтому я не могу сказать, что мало видео. Честно говоря, я работаю каждый день. А тем временем мы уже плавно подходим к морю, которое сегодня разбушевалось не на шутку. Ветер просто дичайший. Ну, че, люди купаются еще даже. Возможно ли с тобой пообщаться в Питере? Паша Митрофанов. В теории – да, если встретишь. Так просто написать мне, типа, давай встретимся, хочу с тобой сфоткаться? Конечно, не получится. Виталий К. Заневич. Поначалу ты многим казался неудачником. И так далее. Сейчас ты кумир многих. Как ты этого добился? Почему ты многим поначалу казался неудачником? Я что-то не понял. Что если зайти в комментарии, почитать их, кто там? Меня многие не любят. Вот видео, где я менял аккумулятор, там, миллион просмотров, и я захожу, типа, как? Как этот идиот набирает столько просмотров? Пишут люди. Будут ли новые шоу на твоем канале? На моем канале однозначно будут новые шоу, и на лайв-канале будут новые шоу. Мне хочется снимать как можно больше, и поэтому я это делать обязательно буду. Тем более, скоро я закончу консерваторию, через несколько месяцев меня не будет парить учеба, и я полностью смогу посвящать себе видеоблогингу. Я, кстати, тем временем подошел к знаменитой Волкин-стрит. Это та самая улица, где происходит максимальное количество развратов по ТАЕ. Но сейчас здесь день, сейчас здесь ничего такого не происходит, чтобы могло вас удивить. Но ночью здесь просто жесть, вообще просто жесть. Вы не можете и шагу вступить, чтобы вам кто-нибудь не предложил секс-услуги. Вообще, самого разного вида и типа. И за любые деньги. Если у вас в кармане 500 рублей на наши деньги, то вы и за эти деньги здесь 100 получите. Если у вас в кармане 10 тысяч, вы можете на 10 тысяч себе что-то сделать. В общем, как угодно, что угодно, именно здесь, на этой улице. Отсюда вы точно не уйдете неудовлетворенно. Сколько ты зарабатываешь в YouTube, и какая у тебя работа в жизни? Спрашивает Роман Смирнов. В жизни у меня работа это только YouTube. Сколько я зарабатываю, естественно, это секрет. Это просто некорректный вопрос. На ремонт BMW хватает, но, конечно, хотелось бы больше. Будь здоров. Я мог бы зарабатывать гораздо больше, чем я зарабатываю, если бы соглашался на всю рекламу. Но хозяин барин, и поэтому я считаю, что лучше заработать меньше. Но зато у меня будет очень крутой контент. Все равно контент говно, но зарабатываю меньше по итогу. Как в Таиланде? Спрашивает меня Артем Афанасьев. В Таиланде очень круто. Очень добрые все люди. Все улыбаются. Белому человеку здесь вообще по-другому. Тут все относятся как к мешку денег. Даже если у тебя нет денег, ты все равно мешок денег для тайцев. И поэтому нормуль. Хорошо, все улыбаются, все довольны, все радостны тому, что ты идешь мимо них. Правда ли, что в Питере люди все культурные? Диана Кулакова спрашивает. Во-первых, у тебя очень крутая фамилия. Во-вторых, я бескультурный, после того, как я это сказал. Значит, не все в Питере культурные. На контрасте с другими городами Питер гораздо культурнее. Но, естественно, не все люди там прям лечат своим интеллигентством. Очень много людей, которые тебя могут нахамить, но в то же время их процент гораздо ниже, чем в той же Москве. Живешь один, есть животные. Как познакомились с Валей? Юлия Иванова. Как познакомились с Валей? И мы отвечали тысячу раз. Проще всего найти ответы на вопросы обжобователей, там мы это говорим. Живу не один. Животные есть, два кота. Это животные моих соседей. Но я их не обижаю, если что. Когда купишь порш, который хотел купить? Роман Мубаракшин. Тот порш я уже 100% не куплю. И, честно говоря, я передумал брать машину с откидным верхом. По крайней мере, пока что. Почему бы не проехать по нескольким городам-миллионникам и не снять подставу? Потому что тогда нас разоблачит Афоня. В принципе, это были все вопросы, которые вы мне успели задать. И подписывайтесь на канал, естественно, для того, чтобы узнать больше информации о моей личной жизни. Потому что на лайв-канале вот какой-то такой между собой происходит. Без суперцензуры. Если хотите еще рубрику ответы на вопросы, то пишите об этом в комментарии. Типа, хотим еще, хотим еще. И тогда я сделаю это быстрее. Ну, а так все. Спасибо большое за просмотр. Всем пока.